Здравствуйте, товарищи! Как думаете, вы умные или тупые? Многие люди не могут ответить на этот вопрос, несмотря на то, что оба варианта ответов — это вполне себе крайности. Я постараюсь помочь вам определиться с ответом. Ну а спонсор этого видео — мой телеграм-канал Flanders. Все самые интересные, жёсткие и скандальные новости вы можете посмотреть одни из первых на этом канале. А ещё там будет розыгрыш PlayStation 5, когда тот поступит в продажу. Ссылка в описании. Итак, кого мы чаще всего считаем тупыми? Тех, кто много тормозит и долго думает, или просто тех, кто чего-то не знает? Давайте начнём с первых — думать медленно это плохо или нет. Для начала нужно понять такую вещь. Скорость мышления зависит от скорости передачи и обработки нервных импульсов. Точнее, проводимость электрических импульсов по нейронам. Чем она быстрее, тем быстрее вы думаете и принимаете решение. Бывает, что в одной части мозга преобладает гамг, то есть тормозной нейромедиатор, а в другой — глутамат, то есть разгон. И по этой причине один человек может очень много и быстро думать, но ему сложно высказывать свои мысли. И у окружающих складывается впечатление, что он просто глупый, тормоз и всё такое. Хотя там образы, слова, мысли крутятся в темпе венского вальса, но передать их словами просто нереально. Это исходные параметры организма, как, например, внешний вид. И упрекать человека в том, что он думает чуть медленнее тебя — это как критиковать за более низкий рост или за светлый цвет волос. Или как у одного есть музыкальный слух, а на другом медведь танцевал. Это не ода демократии, если что, это факт. Скорость обработки информации от зрения в среднем 40 миллисекунд. Имеется в виду осознанное понимание увиденного. Однако, реакции в мозге возникают и при меньшем числе. При такой скорости вы что-то там увидите, но не успеете осознать, что вы там увидели. Однако, был опыт, где при показе лиц с яркой, агрессивной эмоцией регистрировалось повышение электрической активности миндалины. Это небольшой отдел мозга, связанный со страхом, либидо, избеганием или нападением. Но при опросе людей, что они видели, никто не мог сказать. Фишка в том, что мы в реальности реагируем на мельчайшие события, но не всегда это осознаем. Но как ускорить весь этот цикл? Поступление новой информации, ее сознание, запуск поведения в виде подбора слов, разумного ответа или действий телом, мимикой, как это все сделать? Надеюсь, не нужно лишний раз напоминать, что если организм не в норме, если вы плохо спите, едите, не тренируетесь, то и мозг будет функционировать хуже. Если у вас есть черепно-мозговая травма, высокое давление, диабет, густая кровь, мозг точно от этого не станет производительнее. И если хоть немного закрыть исходные проблемы, то вам может вообще не потребуется ничего более. Так вот, самое главное, что организм должен быть в норме. Вы должны нормально спать, минимум 8, а желательно 10 часов. Вы должны употреблять достаточное количество углеродов, белков и жиров. Так что же насчет тренировок, вы можете сказать, что вот качки, например, много тренируются, но очень много из них, если брать по отдельности, то они глупые. Здоровое тело – это лишь один из факторов, который повлияет на то, что вы сможете легче обучаться и быстрее думать. Но это не значит, что вы станете умнее. Если за свою жизнь человек не прочел ни одной книги, ни одной статьи, редко анализировал хоть что-либо, то сколько бы он ни качался, не занимался спортом, он все равно будет глупым и долго думать. Для того, чтобы чувствовать себя лучше, не обязательно ходить в качалку и тому подобное. Я думаю, будет достаточно только делать зарядку утром по 15-20 минут, и все будет в порядке. Так вот, остановимся на других вариантах ускорения мозга. Первое – это стресс. Самый простой вариант – стресс, адреналин и норадреналин. Исследования показывают, что в самые экстремальные моменты мозг работает очень быстро, а время будто замедляется. Это отличный краткосрочный способ, но который нельзя использовать часто. Есть данные о замедлении восприятия времени при прыжках с парашютом на 36%. То есть, даже с поправкой на ожидаемый стресс, вы все равно думаете на треть быстрее в момент стресса. Если все было неожиданно, то разница еще больше. Да и вообще, диаметральные эмоции, счастье и страх, агрессия и эйфория ускоряют мозг. И напротив, если эмоция нейтральная, то мозг работает медленнее. Поэтому, если хотите думать быстрее, выведите себя из нейтрального положения. Все это делается временно. Конкретные способы могут быть любыми. От динамичной музыки до небольшого экстрима. Хотя, если у вас на носу сверхважный экзамен, излишний стресс может наоборот отупить. Так что адреналин поможет только, когда тебе скучно или пофигистично. Если у тебя и так нервняк, спать не можешь, то это только затормозит. Второе – это миелин. Скорость распространения сигнала вдоль нейрона зависит главным образом от того, насколько он миелинизирован. Миелиновая оболочка образует защитный слой вокруг аксона. И чем больше его существует, тем более эффективной является передача потенциала действия синапсом. Короче, это как изоляционный слой вокруг провода. Если он тонкий с тречными и так далее, сигнал будет проходить хуже, чем с помехами. Второй момент. Чем больше миелина, тем толще сам аксон. То есть наш нервный кабель, и тем лучше он получает энергию. Если вы сделаете больше миелина, будете быстрее думать. Вот правда, измерить его будет сложно. Вы, наверное, думаете, окей, а как укрепить миелин вокруг нейронов? Но вы, наверное, сформулировали это немного по-другому, типа... Чего, блядь? Как показало исследование 2011 года, миелин по умолчанию лучше строится вокруг наиболее используемых аксонов. По сути, это тренировка. Хотите лучше провалимость, практикуйтесь в конкретном направлении. Об этом подробнее будет чуть дальше. А также вам понадобятся фосфолипиды, витамины, йод и предшественники холина. Это как строительный материал, цемент для миелина. Тут больше относятся к питанию яйца, овощи, фрукты, орехи. С другой стороны, иногда упоминается, что здоровый мозг и так достаточно миелинизирован. Поэтому можно, конечно, добавить в рацион яйца, витамины и орешки, и оценить субъективно через пару недель, есть ли улучшения. Так вот, что еще поможет вам ускорить ваш мозг? Это автоматизация. Тут мы переходим к глутамату, то есть разгоняющему мозг нейромедиатору. Процесс передачи нервных импульсов проходит быстрее как раз с глутаматом. Он также замешан в формировании синаптической пластичности. Это своего рода укрепление связей между нейронами. Миелин же укреплял сами нейроны. Способ укрепления связей – это повторение автоматизации. Ваша первая езда на велосипеде была весьма рискованна. Ваш первый день на новой работе, ваша первая тренировка в новом виде спорта. При этом даже через неделю практики уже был существенный прогресс. Поэтому берем на заметку, практика учит мозг быстрее, чем теория. Но даже в абстракции повторение теории позволяет мыслить быстрее. Это происходит как за счет синаптической пластичности, так и благодаря повышенной миелинизации. Давайте поговорим немного о клауструме. Это очень интересная структура мозга. Находится в коре нашего мозга и занимает примерно 1 четвертую от 1% поверхности коры. Это очень мало. Для сравнения, лобные доли коры – это около 30%, то есть в 120 раз больше. В 2005 году предположили, что клауструм – это центр сознания. Он подозрительно хорошо связан нейронами со всей корой. Своего рода дирижер оркестра коры нашего мозга. Еще один интересный факт, который может послужить сценарием для неплохого триллера – Если разместить электрод вблизи клауструма и активировать его, что-то вроде точного удара током, то человек словно переходит в режим автопилота, но не спит. И как только выключить электрод, сознание возвращается, но у человека провал в памяти. Так сработало, по крайней мере, в одном эксперименте на 54-летней женщине. Клауструм активен во время быстрого сна. Это когда ты закрыл глаза на 1 минуту, а проснулся уже через 20. Так что эта область мозга совершенно точно заставляет мозг работать быстрее или медленнее. Вот только еще не очень понятно, насколько и чем будет эффективна активация этой области. Так что же насчет твоей тупости или твоего ума? Мы все ясно понимаем, что четкого разграничения нет. Тупой, умный – это не те величины, которые можно измерить. Это всего лишь оценка вас другими людьми, либо вами же. Дело в том, что интеллект – это совокупность накопленных знаний и умение их эффективно применять на практике. А также обширность кругозора и разносторонность интересов. А вот на результат IQ-тестирования может повлиять, например, психо-эмоциональное состояние тестируемого. А именно элементарная невнимательность, нервные напряжения, отвлекающие факторы или даже раздраженность. Именно поэтому распространенные в сети тесты, маскирующие под интеллектуальные, не могут быть на 100% эффективны. От себя хочу добавить, то есть процитировать Достоевского, что дурак, признавшись, что он дурак, уже не дурак. Суть в том, что если ты считаешь себя дураком, то ты понимаешь свои ошибки, ищешь выходы и стремишься к лучшему. По крайней мере, если ты понимаешь, что ты дурак, это нужно делать, то есть искать выходы и стремиться к лучшему. Иначе ты будешь просто ленивый дурак. Поэтому все мы тупые, пока не признаем этого и не начнем меняться. Так что человек, говорящий, что он не дурак, им он и является. Думаю, на этом все, ребята. Если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. А еще лучше нажать на колокольчик и выбрать все уведомления, чтобы не пропустить следующие видео. На моем канале есть еще несколько видео на похожую тематику, про ваш ум или глупость. Вы можете найти их у меня на канале, либо сейчас выскочит несколько подсказок. Всем спасибо за просмотр, вам всего хорошего, оставайтесь дома и не оставляйте следов. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok